Всем привет, это Алексей Воронин, и сегодня мы наконец-то по многочисленным просьбам людей, которые пишут в социальных сетях, в чат-боте мне пишут, мы начали новый этап съемки моих передач под названием «Метод Воронина». Я на нем разбираю ребят, сейчас вот ребята, которые у меня из моего чат-бота, «Воронин Клабот», ребята пригласили самое большое количество участников в чат-бот, а некоторые быстро сориентировались и смогли записать видео, почему они хотят там не на разбор, на «Метод Воронина», «Скорость важнее, чем деньги», и ребята это наглядно доказали. Хотел сказать еще несколько информаций вводных, прежде чем мы приступим к вопросам, к разборам. Я взял, оцифровал себя, я оцифровал своих учеников, и условно говоря, за 16 лет занимаюсь бизнесом, я каждый год разложил и вытащил 3-5 фишек каждого года, и взял, вложил, то есть с 21 года начал заниматься, с 20 лет примерно начал заниматься бизнесом, вот, что мне помогало, что меня растило, что мне привело к таким результатам, это вот примерно там, пускай будет около 60 фишек, это моих личных, а на самом деле их около сотни. И еще около 120 фишек, которые я оцифровываю после каждого обучения моих студентов, представьте, да, и их соединил один онлайн-курс. Каждый день, два раза в неделю к вам приходит какое-то видео, какая-то статья, какое-то задание, и вы просто выполняете, и понятно, что за год вы все это сделаете, вы честно сделаете то, что я вам гарантирую, кувантовый скачок, неважно, бизнесмен вы или наемный сотрудник, я прям точно это знаю. Как вам идея? Какой ли? Да, отлично. Покришивайтесь. Договорились. Ну что, давайте начнем. Так, у нас несколько ребят. Кто у нас победитель вообще? Киэр. Виталий, да? Да. Ты победитель? Егор. Да, Егор, сколько у тебя? Где Егор-то? Егора нету. Егор, тебя нету. Мстана. Ладно, Егор, хорошо. Рассказывай, сколько ты пригласил друзей сейчас в год? Сейчас будут, ну якобы, в порядке, в 45-45, что ли? В 45 победитель 200 и чем-то. Победитель, да, в первом месте есть 10, а остальные как бы отличаются. Ну, круто, огонь. Хорошо, рассказывай, чем занимаешься, Егор. Ну, в данный момент я являюсь наивным сотрудником организации. Чем занимаешься? Ну, я продажник, продаю им строительные материалы, комплектовые строительные объекты, промышленные, то есть на сэндвич-панели. Ну, и параллельно этому, то есть, сходя до того, что ты работаешь в компании, я сложил сроку за 3-4 года, да, и отношения с клиентами определенные. Параллельно еще, ну, со своих возможностей непотрезно доукомплектовую, то есть, ну, клиент просит, да, то есть... Сколько ты хочешь клиента, который ты продаешь в месяц? В месяц, ну, в третьем, где-то в месяц у меня один клиент, то есть, около взялки долгие. Один клиент, сколько у тебя всего клиентов? Всего клиентов в общий список где-то, ну, больше 150, наверное. 150 клиентов, отлично. Объясни мне, почему ты до сих пор не свой бизнес? Я тоже не знаю, какой-то внутренний есть. Да, ну, тебе прям сразу помочь? Вообще, да. Да, я тебе дам телефон, я тебе бы с ним совместный бизнес. С кем-то? Да, я тебе дам телефон с кем? Ну, после занятия. Ну, если у тебя 150 клиентов. Да. Из них фок ты продал? Из них продал 150 клиентов. Ну, клиент с 15, наверное. Ну, клиент с 15, то есть... То есть, приятные разные события. Ну, хорошо, то есть, ты можешь добавлять еще одну, если ты будешь на себя, то ты думаешь, что двух клиентов ты легко добавишь в месяц. Да и больше добавили. Больше добавишь. Больше сразу, как бы накрою. Больше добавишь. Огненный, огонь, огня. Сколько у тебя марша основного клиента? От 2 до 10%. Ну, пускай будет средним 5, поставим, да? 5% маржа. 15 клиентов, сколько оборотов дадут тебе? 15 клиентов? Ну, где средний чек, ну, по 2 миллиона возьмем. 2 миллиона в месяц. Ну, это оборот, ну, от озерка, допустим, где-то минимальная. В месяц сколько ты сможешь эти 15 клиентов зарабатывать? У меня проектная продажа, то есть, Олег построился и все, когда возле 6. Сколько ты сможешь зарабатывать в месяц этих клиентов, ты эти разы дай вопрос? Ну, тысяч 100-200. Тысяч 100-200, отлично. А если будет 30-40? Соответственно, больше. Соответственно, мало того, чтобы можно больше, ты еще будешь больше предлагать, больше разнообразно, еще будешь выбивать больше скидки, отсрочки. Согласен? Угу. Потому что 2 миллиона это маленький чек. Ну, это средний, то есть, 2 миллиона, так бывает, и 5,6, и 7. Это всего проекта, да? То есть, у меня, например, сейчас идет стойка в одном из моих компаний, там, 200 миллионов из них возле, это сомжение. Угу. Ну, это у Ями тут, то есть, в Ираканском, да? Ну, давай считать, 15-17 клиентов, допустим, да, если там сейчас сможешь обеспечить это. Какое среднее оборота? Ну, 2 миллиона, да? Угу. Это в квартал, месяц, год записывать, надо посчитать. Конечно, без этого не сможешь помиловать свою деятельность. Угу. Ну. Активные люди, активные во всем, да? Так, ну, давай. То есть, 3,6 миллионов, это в сомжении за квартал, наверное, будет, да? В годах, или за сколько это? Ну, это оборот, то есть, ничего. Оборот, на 5% то есть, на экспорт. То есть, 3,6 миллионов, допустим, 5%, да. Ну, не 800. Да, 800. Это квартал. По твоему плану. Ну, это если он в квартал закроет всех, 17 человек, да? 40. А он закрывает сейчас одного-двух. Одного-двух, но у него же база есть. База есть, да. База есть. Сколько ты можешь за квартал сделать себе клиентов с чеком от 5 миллионов? Новых, новых, или со старыми? Ну, с квартал длительный период. Ну, с 7, я знаю, как и в 1,5. Ну, с 41, может быть, или нет. Я думаю, да, то есть, никаких активов, у которых, по крайней мере, на этот год что-то будет 100%. Ну, вот. Ну, 40, которые сразу купят, которые сразу согласуют, где ты боишься. Ну, не сразу, то есть, там, может, пустить переносы, некоторые сразу согласуют с квартал. Ну, даже если половина будет перенос, 3,5. Вот выкуп. 12, да. Пусть переносы. Да, вот, в принципе, да. А у тебя есть какие-то компетенции в основном времени, ты знаешь, что эти хорошие компании со сроками, со скидками, дисконтами? Ну, я всех, в этой области производитель, без лежащих, знаю, как, ну, кто-то, качество, все разница. Ну, хорошо, вот, давай, по-другому вот, по-самуливаю. Запоны, моторы, трубы, для капремонта, комов. У меня направление именно гортающая конструкция, вот, сэндвичи панели, комплектующие, откосы, наборы, самолеты. А вот, это, кстати, вот неправильно сказать, потому что стойка должна быть вся. Вся, да. Начиная вот от бетона. Я знаешь, какая? Я самая маржинальная. Самая маржинальная? Электрик. Ну, вот, тоже, вот, электрика, да, то есть, компетенция есть, ну, исходя из того, что угодно. Ну, Шинукова, можно найти? То есть, у меня есть контакты, да, по всей России, по 5, по 6 областей, по 6 людей. Шинукроводов, например, задайте вопрос, можно найти. Найти шинукроводов? Да. Ну, я, это, в принципе, клиент. Угу. Давай мне, Алексей. Минус шинукроводов. Вы, может, мне по-нашему? Ну, из того того, что существует, конечно. Разберусь об этом. Ну, конечно, но ты не готов. Готов. Сколько пригласить в России шинукроводов? Я, ну, это не 50, это не 50, это не 50, это не 50. Да, 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 да. Не готов. Но надо подготовиться, тогда будет хорошо. Угу. Тогда будет огонь. Все, увольняешь, то есть, не дай, покупаешь. Неважно, получится. Это СМЖ-контакты давно, получится. Неважно, что это сам делал. То есть, у меня снесет вот это все, вот это тема, потому что это будет работать, получается? А зачем ты? А зачем ты работаешь? Да я не знаю. А там есть, там, хрень какая-то. Стабильность. Ну, так у тебя так 100 тысяч будет получать. Где так будет оплату? Угу. Ну, то есть, на оплаты точно заработаешь? А 8? Ну, то есть, будет, можно работать, естественно, и заработать. А, а что двоишься? Не знаю, внутри какая-то клипочка. Страшно. Страшно. Ну, да, страшно. Можно так застрадать. Не вижу вообще ничего. Откуда у тебя этот страх? Да, обязательно из-за того, что маленького города уже не стоит. Сиденье усовывайся, да? Какая автонавка? Да-да-да-да. Большие деньги, большие поприветствуют. Ну, да, наверное. Внутренне, как бы, понимание, есть что-то. Ну, когда растешь, сейчас, ну, давай, знаешь, как, нужно принимать решение, решение все должно быть только на действием, чтобы оно не потеряло силу. То есть, при мошенничеешь действовать. Ты поэтому и пришел к группе? Ну, все. Что еще нужно? Такого сюда. Все, да. Отлично. Хорошо. Договорились. А, кстати, кому-то нужен из наших зрителей для снабжения подключивших. Вот, прибор телефона. Какой телефон? 8953 8953 338 338 1888 1888 Все отлично. Супер. Давай. Сколько человек привлек? Никого не привлек, я видел из вас. А, ты видел из вас, да. Он тоже был, значит, быстрый. Вчера, да, я его увидел и прям обрадовался. Я просто пояснил для наших зрителей. У меня еще была аукция. У меня просто два человека не смогу приехать по разным причинам. И я решил запросить в ВКонтакте и в Инстаграме кто быстрый, кому интересно, приехать на них порой, на разбор. Вот люди приехали, сняли видео, почему-то надо. Давай, точка, точка, точка. Значит, сейчас я зарабатываю копейки вообще, то есть, ну, пусть будет десять. Ого. Вот это. Я переехал в Москву только вот три месяца. Ну, и то в Одинцово живу три месяца назад переехал. Сам с Тульской области, значит, занимаюсь я, когда сюда переехал, я для себя решил заниматься приглашением иностранцев в Россию. И за счет оборота нормальный чек, как бы, вот. Не разобрался, поплыл, у меня, я себе поставил там, как бы мучить, двадцать встреч сделать. Канал, какой регион? Привлечение, значит, сперва были обзвоны. Ребята, мы вот троем начали это делать, ребята начали звонить. Походишь на сайт ДНК, ты сколько вы заявили записывать? ДНК? Угу. Канал Пули бы получше. Это сайты делать? Да. Лендинг делать? Я сделал лендинг по визам, значит, по приглашениям, точнее. Заталил туда трафик, но там смысл в том, что обращались с Директ, у меня такой опыт получил, что обращались частные клиенты. То есть, там выгодно взять и тысячу, например, там, иностранцев за раз пригласить. Вот такой клиент. Мне такой клиент позвонил через авито, через доску, просто разместил объявление. Вот. Если там сейчас его закроют, этого клиента, то там, ну, сумма хорошая. То есть, там прям по 100 тысяч примерно пройдет, как бы, прибыль чистый. Вот. Но с этим клиентом срок сделки, соответственно, растягиваете, потому что компания не может… я не знаю, сколько всего что-то объясняешь. Перегнишь? Вот если что я слушаю, столько у тебя проблем в жизни. Ты мне даже не дослушал и начал рассказывать свою версию. Ага. Я понял. Ты мне перебил, сказал, да, я все знаю. Рассказал, как у тебя не получилось. Это я ищу. Да, это получилось. Если ты сейчас пришел, то ты мне сейчас рассказываешь о том, что у тебя получается или не получается. конверкция. Точка какая ты? 100. Начинаем. Что нужно сделать? Первое. Вот сюда воникс-видео. Планировалось, не сделал. Понятно. Значит, воникс, вот этот ДНК образователь, там нужно вставить свое видео, собственно. И он еще нашел телевизионный поток поисковых систем. Значит, конверкция повышается в несколько раз. Дальше. Туда должны идти потоки все, которые будут переходить со всех включений у всех площадок. Раз. И твой телефон, это сразу повышает конверсию с августа и там ты обращаешься, здравствуйте, друзья, все кто меня смотрит, юридические компании, я предлагаю вам таза 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 таза. В любом способе он только должен быть нормально. Напиши сценарий, и нужно будет полторы-пятые минуты, не больше. Потом ты рассказываешь о преимуществах своего оффера, а потом ты рассказываешь о кейсах, если они есть. Если нет, значит их надо уже делать к этому моменту. И, соответственно, о том, как ты работаешь, в чем преимущество работы с тобой. Это раз. Два. Все-таки директ нужно строить не таким образом, или Google или директ, чтобы к тебе приходили юридические компании. Надо сегментировать, кто смотрит. Приглашение для иностранцев, например, для иностранцев, по запросам. И же с ними. И настроить директ по этому. Пускай у тебя будет стоить 2000 рублей, ничего страшного. Понимаешь, да? Ну, смеется, да. Угу. На каких площадках ты разместил объявления двух, а их сколько? В тысячи. Вы получите минимум через 500 штук. А что можешь сделать? Разместить на тысячи. Разделили для объявления, как для обычных функций. Угу. Дальше. Ты посты в социальных сетях или в Фейсбуке делал? То есть все с нами тоже записываются? Это для вас тоже коллега. Я заснял видео и разместил его в Инстаграме, разместил ВКонтакте. А в Фейсбуке у меня есть, но я им не пользуюсь, а аудитории нет, поэтому там не размещал. И какой он привод? Вывод? Да. Ну, у меня аудитория не такая, и поэтому… А в чем ты там рассказал? Там очень интересно заниматься. Да, я сказал, что… А что надо было сделать? Ну, ты же сам сказал, что у тебя аудитория не очень большая. Ну, судя по всему, у тебя же никак, у меня там 80 тысяч подписчиков на Инстаграме. Да, поэтому не очень это… Не очень, да. Там вообще нет. Не очень. Поэтому что называется? Аудиторию нагнать. Нет, надо было рассказать, ребята, а кому, как вы думаете, в пользу записанной книжки, что я аудитория? Ребята или геи? У кого есть контакты? С меня бонус. Я думаю, что конверсия только явно больше. Третий момент. Ты в чатах бизнес-новодности находишься? Каких? Нет. Надо добавиться. Как? Каким образом? Найти, а вот и добавиться. В М-чат. Их много. Их там штук 50-70. Особенно строители. Им всем нужны обучая сила. Согласен? Согласен. Да. Да. А что же делать? Все строители – твои потенциальные клиенты. Как минимум? Ну, там загвоздки есть небольшая. То, что… Загвоздки есть во всем. Угу. А то-то и тебе плохими, чтобы заработки идут. Вот эти строители, они не идут. Потому что я могу это объяснить. Крупные компании идут. Почему не идут? Потому что если мы пригласим таджиков, то потом, когда у них будут проблемы тут в России какие-то, будет наша печать стоять и нас это… Минем. Ты считаешь, что на том это джипов проводят, у нас есть ямба входит, у нас и турки работают. Сейчас мы опять делились, у нас и турки опять поедут. У нас и немцы поезжают, у нас снука кто-то поезжает. А любая установка новой линии – это стойка. Китайцы, ну, толпы не поезжают. Китайцы, вот я уже видел видео. Ну, я видел, когда увидел ценников эти. На китайском, в Цунвич, на китайском сейчас у нас видели. Ценники на китайском? Да. Китайские язычные продавцы, это называется. Указатель на китайском. У нас очень много китайцев сейчас. Как он на этом вытащит телевизионцы? Как мне вытащить китайцев? Как вытащить китайцев? Кто занимается китайцами? Выставки, правильно? Средизионные журналы. Так вот, помышленная палата. Группы. Жить в Китае, когда кто отправляет оттуда сюда. Бизнес с Китаем, журналы. Переводчики. Переводчики. Получили, что я хочу заниматься бизнесом, да? Да, но... Сейчас на логине не очень работают пока. Многие у меня? Да. Это же очевидно. Я это все понимаю, но я в этом не очень сильно разобрался, и мне от этого немножко... Объясни, а почему ты в этом не очень сильно разобрался? Потому что до этого вообще просто появилась возможность. Я за нее взялся и начал что-то такое... А почему ты не разобрался, я спрашиваю? Я не спрашиваю, что когда появилась возможность, это что-то взялся. Угу. Почему ты отвечаешь на этот вопрос, который ты садил? Взамен, какие легкости ты мне рассказываешь какую-то легенду, почему у тебя не получилось? Оправдание. Да. И сейчас, когда я тебе задаю твой мой вопрос, почему ты ленивую свою жопу не поднял и начал швырить булочками? Знаешь, как ты начал швырить булочками? Как деньги закончат? Я это знаю. Ты можешь терпеть его неэффективно за тех пор, пока у тебя есть деньги у терпеть. Сейчас, я думаю, что она уже почти закончилась. Но тем не менее. У меня был один ученик, ну и сейчас почему есть. Классная история, значит он взял директ на 1 миллион ключевиков. И это мой какой-то огромный объем заказов постройки, там тоже сэндвич-панели, там и так далее. Мы с разводим конструкциями. Я ему спрашиваю, слушай, что в твоей жизни случилось, что ты сделал себе 1 миллион ключевиков сам, не нанял кого-то, сам сел, разобрался, сам делал. Кто это владелец бизнеса? Я говорю, что в твоей жизни случилось? А у меня есть строчка, когда видишь какую-то нестыковку, задать вопрос. Ну почему так? Ты очень много интересного узнаешь после этого. У меня говорит, ты знаешь, у меня было как бы очень много долгов, единственное, ты еще один в директ последний. У меня пришел Ильд разобраться, делаться было некуда. Понятен? Ты сам поставил клик маленький и за счет ключевиков. Я не знаю, за счет чего он там поставил, но в вопросах он разобрался, потому что у него шансов не было. Понятен? Угу. А тебе пока жизнь дает еще там… Дышать. Дышать, да. Все. И в этот момент очень важно не пойти в какие-нибудь дневные истории, типа обналичивание, конвертации, какой-нибудь там паленая водка там и так далее. Не, я за это. Да. Всякие есть там истории, которые есть в большинстве соблазна нырнуть. Одно дело айфонами, что я говорила перед новым годом, другое дело паленой водкой, как бы разные истории. А в тот момент все-таки стоит теперь разобраться в каналах, продажах. Потому что потом неважно какой продукт ты сможешь уже ими продавать. Отлично теперь. Стой нормальным агетологом, таким хорошим, красивым. А какой человек продавать уже неважно. Это же не бизнес. Это бипец, какой бизнес. Кого ты слушаешь? Михаил Дашкива сегодня сказал. Сегодня это не бизнес, да. Но это что значит? Это база для любого бизнеса. Это надо партнериться, нужно продающий продукт. Мне нужен продукт. Мне нужен продукт. Ты будешь любой продукт назад и не будешь сюда. Вот я допустим сейчас часы китайские продаю, а мне от этого уже тошнит, я не хочу этим заниматься. Это свобода. Ты не понимаешь, когда ты владеешь мархетингом это свобода. ты можешь продавать все, что хочешь, но и не тошнит. Подавай не китайский, а швейцарский. Не знаю, как выйти на большой чек страшно. Ты понимаешь, что это страшно? Ты понимаешь, что это страшно? Страшно, когда пугает, когда ты не подготовлен. Если ты готов, у тебя тут лучшее стоять. Ты просто будешь выбирать, с кем работать. Ну еще раз. Вот пришел, у тебя 20 клиентов. И ты понимаешь, что есть какой-то жесткий человек, что он должен помочь. Все, ты можешь запартнериться, когда у тебя выбор будет. У меня один товарищ из-за легенды умудрился в производство войти в несколько раз. Собрать три производства. Холдинг сделал за генерацию. То есть он партнерами стал в трех производствах? Учредители пошел. Не партнерами, а учредителем. Это разные вещи. Ему отдали долю в бизнесе. Причем очень крупное предприятие. Но он, правда, МЗМ пошел. Он подготовленный парнишкой уже был. Со всех сторон. Но тем не менее. Страшно, да, я понимаю, что страшно. Главное, что все китайские не страшно подавать, а поднять комп, начать зарабатывать, страшно. Не, ну сдохните. Из чего я? Не хочешь? Угу. Не, вообще я за счет на счет. Знаешь, какой самый большой риск? 60 лет, конечно, ты не попытался, не попробовал, ничего не случилось, и жить на пенсии. Хочешь? Угу. Не, по заплатным периодическим вспоминай. Когда, например, слишком седалище на маскульчике раскручивается сильно, так ничего не делали. Каждый божий день думаешь, что ты можешь улучшить, какие каналы для дегенерации, при чем может быть эффективность. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Каждый день обучаешься. Куча свободного материала, если начнешь смотреть, очень много прокачаешься даже на бесплатных курсах. Тестируй, CPI-сети, все что угодно. Терапия, ВКонтакте, авторики, офлайн-продажи, партнеры, сети. Потому что тогда ты просто ездишь в Китай и говоришь, да, это будет работать, это не будет работать. Это будет работать. Отлично. Договоришь с поставщиком насочек платежа, переводишь. так лучше, чем можно там, с Китаем можно продавать, слушай. Можно продавать, а это с Китаем. Да, вот, скорее, чуть пониже, но ее нет минус, за это деньги не нужно вкладывать. Тут просто красивая страничка, хороший сервис доставки и все. и схема при платежной сцене принятии платежей. У меня сейчас есть метод, ну, как я с часами делаю. Я знаю, что есть метод. Я тебе расскажу про конкретный метод, который работает... Я не хочу с Китаем работать. Работает с Канадой. Я тебе по принципу рассказываю. Вот, знаешь, весь мир хочет работать с Китаем, а ты не хочешь. Ну, все-таки мы деньги за границу отправляем, и экономика, все-таки, я думаю, немножко это... Я хочу, как бы, чтобы, не знаю, что-то достойное. Такая разница, что ты хочешь. Знаешь, у меня сейчас это все гордынь еще, я бедный, сука, на городу. Пошел ты в жопу клиент с деньгами, да? То есть весь мир не гордый покупает в Китае, а ты гордый. Нет, ты сейчас сказал бы, что там неэффективно по деньгам. Я нашел российского производителя за аналогичные цены. Ты же в гордыне. Это еще одна ценовка. Что она делает с тобой? Гордыня. Это гордыня. То есть ты не хочешь дать разумные деньги, разумные товары российскому потребителю. Тебе это что? А швейцарский ты не умеешь продавать. Китайский не умеешь продавать, а ты швейцарский будешь продавать. Американский, канадский, не важно. Пакистанский, индийский, какая тебе разница? Это что такое? Ну сейчас же учат делать, так скажем, пользу хороший продукт. А это я понимаю. Ты считаешь, что в Китае нехороших продуктов? Собираешься вообще все? От айфона заканчивая люксерскими марками автомобилей. Ты пусть не продавай году? Понимаешь? Да. Нужно продавать хороший продукт. Я согласен. Почему ты его не продаешь? Что в Китае мало хороших продуктов? Эпл. Согласен в Китае. Все, что действительно находится, все сделано в Китае. Я думаю, что вот от этих украшений, заканчивая камерами, которые снимают. Я думаю, что это 90% в Китае. Там есть очень разные уровни и качества. Которые ты на несколько сюда не подозреваешь. Все одежда, одежда практически вся производится. Все марки машин. Да, он себе это. Тойоту Ван Крузер купил, как-то несколько лет назад. Оказалось, что он собран в Китае. В Китае. В Китае. В Китае. В Китае. Прикинь. Нормально ездить, два года уже ездить. Там три. Ты помнишь, что делается? Угу. Прокачиваться в маркетинге. Раз. И искать хорошие мешовые товары с высокой маржинальностью. И максимально делать каналы воронки продаж под этих товаров. Рано репортинг и найдешь хорошие продукты. Или с кем ты запахняешься. Все-таки есть поиск продукта. Конечно. Только надо делать его полном. Что 900 его искал. Или спрашивают экспертов. Экспертов продуктов. Экспертов, которые знают где хорошие продукты. А где мне взять этих экспертов? Такой смартфон у нас такой. Подойди. Есть куча ребят, которые обучают как-то в городе Китая. У них есть куча бесплатных феминалов. Но через таких я всех прошел. Купали курсы, учились и… И не нашел ни одного хорошего продукта. И вот и занимаемся репликами часов, которые как бы востребованный продукт. Всегда покупают. А маржинальность там больше 100%. Не занимаемся репликами. Правда, я считаю, что зайти на Алибову и посмотреть сколько там всего, что все это реплики, проделки. Тысячи фабрик по Китаю. Десятки, сотни тысяч. Есть фабрик, который продает хороший продукт. Хорошо. А не хочешь в Китай, а в Южную Гайю пойдете? Да нет, если хороший продукт, то… Ну что, по-моему, если хороший продукт не будет понять. Ты просто не искал, понимаешь? Угу. Найти хороший продукт. Я так написал. Отлично. Продолжать прокачиваться в маркетинге. Потому что пока я главный маркетолог. Сколько ты зарабатываешь на маркетинге? Ну вот на продажах. Ну вот я… Сколько? Копейки. Десять тысяч. Я люблю свой главный маркетолог? Да. Я не хочу масштабировать вот это вот, то, что сейчас делаю. Ты можешь масштабировать свои навыки? Могу. Отлично. Ты можешь найти новые продукты? Могу. Все, точка. Нахожу продукт и… Нет. Проверим, что берешь на навыки и находишь свой продукт. Угу. Вопрос понятно? Да. Что делать, понятно? Да. Каждый раз, когда ты против себя объясняешь, почему ты это не делаешь, приседаешь, что раз. Угу. Отлично. Ты выглядишь? Да. Следующий. Так. Меня Виталий зовут. Я из Тюмени приехал. Вот. Можно… Прежде чем начать? Ух ты. Опять. Более чудес. Более чудес, да? Угу. Мастер точно действий. Да. Огонь. Спасибо. Вот. И у меня еще друг занимается там маслами. Слушай, ну, у нас был, конечно, на скрине. Да? Да. Ну так, знаешь, как это очень выглядит. Протензионно. Не, спасибо. Подпишек. А подбижак, да? Вот. Спасибо большое. У меня еще друг вот. Арина. Это маслайдник специальный, там тоже. Серьезно? Да. Вот тебе продукт сиди слева. Тебе нужен, по-моему, архитолог? Ну, так, конечно, нужен. И продуктов нет. Спал, и сидит человек, который сейчас хочет продавать, значит, нет продуктов. Вы чем занимаетесь делать? У меня сеть массажных салонов. Сеть массажных салонов? А вы чем занимаетесь помните? Ну, репродукты и... Морепродукты. Вам всем нужен леггент? Я же, наверное, ничего не ошибся сейчас? Нет продуктов нормальных. Маржинальности нет. Вы готовы платить 50 тысяч рублей в месяц? Потому что он будет давать вам нормальный леггент, который вас устроит? По факту. Супер. Понятие большое. Отдых. Плесмент. Как бренд называется? Лес дал. Лес дал? Да. Ну, такое название. Интересно. Прикольно. Спасибо большое. Пожалуйста. А, вот еще. Хотел оставить. Ну, это я составил, как бы, так кратко, вообще, чем я занимаюсь. Ну, это что, подготовился. Далеко пойдешь? Хорошо. Ну, так кратко написал, чтобы понятно было. Слушай, вот, смотри, начал заниматься спортом, потом забросил, чтобы выбрать свое дело. Да? Слушай, а что мешало и то, и то? Вот я с Петром Молодцовым, знаешь, что для тренировки для меня было. Ну, да. Я просто с человеком разговаривал с бизнесменом, на мой взгляд, авторитетным. Ну, и он сказал, выбирай или то, или то, или профессионально заниматься и бизнесом. Смотри, я профессионально занимался и выиграл чемпионат России, был финансовым чемпионатом мира по танцам. Ну, я был, как бы, в словом профессионально, в смысле, на чемпионатах участвовать. При этом еще, да? Подготовиться. И одновременно строил бизнес. Да, в какой-то момент мне это не доел, просто танцы. И стал дальше в этом темпе. Но это же фокус. То есть, зачем тебе деньги, если у тебя здоровья нет? Ну да. Да. А зачем ты своим родным и близким, если у тебя здоровья нет? Тоже похоже, да? Тоже да. Тебе тоже спортом заниматься. Мне? Да. Но я всегда занимаюсь спортом. Понятно? То есть, если у тебя нет здоровья, то близким не нужен. Ну, я сейчас уже понимаю. Ну, это жесткие слова, но это так. Ну, писаешь, что у тебя там жена, два детей и папа, что папа заболел. Папа не все. Нет, капец. И двое детей, что голодают или что? Жена пошла на папа. Ну, хорошо, дай бог, что она работает. Разве нет. Так случилось, что жена занимается. Ну, сейчас так и есть. Отлично. Молодец. Поэтому спорт обязательно, то есть, любой спорт, не ли это турники, но бег, плавание, дыхательной гимнастики, ОФП, физическая подготовка, обливание, закаливание. То есть, обязательно что-то такое, что-то вы не знаете. Только без фанатизма. То есть, рамы не нормальные. Ну да, я вот про это вот и говорил, что я с фанатизмом занимался. Вот без фанатизма. Вот это объясняю, что без фанатизма. То есть профессиональный стоп убивает скорее, чем пастит. По-моему, подтягивался на одной руке, я слушаю. Молодец. Поэтому и то, и то. Печать на футболках, огонь. Да, так это как хобби. А чем занимаешься? Сейчас я швейной фурнитурой занимаюсь. Это нитки, молнии, бегунки, всякие пуговицы. Но все, что для производства швейных, для магазинов, ателье снабжаемый. Сейчас в Тюмени только, получается, ателье снабжаемый и магазинчики. Хотелось бы уже выйти на российский уровень. Основной канал Литгена какой? Холодный. Звонки. Ну, то же самое. ГНК, БЗ, сайт, видео, презентацию. Ты чего знаешь, что видео снимаешь? Прямо с цехов. У тебя цеха есть какие-то? Нет. Ты поставил торговлю из-за склада. То есть, чтобы люди вот у нас... То есть, какое-то должно быть видео показано, что повышающее доверие к книге. На склад только будет сейчас. Все, отлично. Или там, отгрузка клиентам. Будут показывать каких-то манитурок. Вот они бывают, мы так подойдем, так-то, так-то. Ну, в чем вопрос? В чем вопрос? Да. Ну, вообще, я бы хотел по всей России продавать. То есть, вырасти из маленького предприятия, которое по Тюмени только работает, мешает. Где деньги взять, то есть, там нужны большие, на обороты, на закупку товаров из Китая. Сколько сейчас оборотов? Ну, тысяч... Не впадут в Китай купить фурнитуру. Не, ну, фурнитура... Не, ну, фурнитура... Есть, честно, тебе. Я посоединялась, есть гардерилы, которые с Китая не хватит. В основном с Китая. Там есть, да, хорошая, плохая есть. Где эти деньги? По праву сейчас какой месяц? 100-150. Тысяч рублей. Отлично. Я так скажу. Деньги для закупки Китая не нужны? Под реализацию. Конечно. Как ты думаешь, кто дает реализацию? Произвители. И логисты. Те компании, которые доставляют. С ними можно поговорить, что там у тебя такое можно. И можно взять их во что? Партнеры. Логистов. Есть компании большие очень, которые оплачивают. И они могут за счет того, что у них есть свои экспортные и платные компании в Китае отбегаются об отсрочке. Угу. Надо поискать в Телеграме, наверное, есть. Да но где есть. Почему Телеграме? Яндекс, Забей, поищи. И зачем с ними встречаться? Особенно в Тюмени. Это первая стоит. То есть первая стоит отсрочка в Китае. Вторая стоит партнерство с логистической компанией. Или просто попросить у них отсрочку. Третья банально, но кредит. Ну да, мы используем кредиты и кредитную карту. Ну такие обороты. Берем некоторые. У тебя ИП есть? Нету. Вот надо сделать ИП. Угу. Второй вариант. Угу. Второй вариант. Что ты масштабируешься на ВИП? У них крупного, крупного, крупнейшего века в России. У них у тебя и пока. Есть такие. Ну все. Просто с ними договорись. У них пока две. А потом, когда ловешь, пойдешь в Китай. То есть вот тебе три варианта. Ну, в принципе, я вот так и хотел. Ну, а что мешает? Да. Что мешает? Я это думал только вот вчера. Петя бы ехать, мы с ними включились, да? Да. Ты аж с Пюмени приехал. В самолеты посидел, подумал, да? Прикинул. Заметисты что сделаете? Сделайте композицию и покажите этой истории. Китай, логист, автовик. Дальше. После этого. Декомпозировать. Понятно. Какие конкретные действия по каждому из них надо сделать. С кем можно поговорить? Делить логистов, делить поставщиков, делить автовиков. По каждому из них на месте цели. И сделать это до конца января, чтобы ты уже поимел точный канал. Гарантированный канал поставок. Вторая история. Отмасштабировать. Отмасштабировать. Продажи. Причем, как это нужно делать продажи? То есть, ты параллельно ведешь переговор и промерно тестишь кнопку, которая дает тебе ту густую клиентов. По России. Да. А где мне склад лучше везти, в Тюмени или в Москве? Где у тебя клиенты? Сейчас в Тюмени, но вообще по всей России. Хотелось бы. Ну, соответственно, твоя задача – рассчитать логистику и оттолкнись от ценообразования. То есть, если у тебя склад в Тюмени, значит, Тюмени. Если в Москве, то надеешь клиент, значит, в Москве. Где у тебя автори, который готов с тобой работать? В Москве. Значит, Москва. Понятно? Угу. Окей. Еще посвистите. Что с ногами-то у тебя? А, с ногами? Ну, это, варикоз такой немножко. А, варикоз? Да. Варикоз легко лечится. Да. Приседаниями? Нет. Приседаниями. Нет. Приседаниями. Ааа. 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 Хм. Расскажу? Ладно, после съемок скажу, не сложно это лечится, на самом деле. То есть я не помню, что бы операцию не делал, потому что это дальше продолжение. Я уже ходил, узнал. То есть через год, через два, опять. Да. То есть, смотри, я тебе в карте скажу, байкос это клапан, это движение клапанов. Не знаю. Да. То есть какое-то количество клапанов в какой ноге не работает. Как ты думаешь, с чем мы можем повести аналогию к клапану? Это же аналогия. Клапан самый большой клапан какой? Сердечный. Сердечный. Соответственно, получается, что это системное ослабление клапанной деятельности. Здесь надо просто подкормить, хорошо это слово. И правильную терапию сделать. То есть... Короче, там тебе телефончик, кто лечит. Запишешься. Он был в Москве только, ну, не знаю, подумал вообще-нибудь. Есть много разных историй, которые лечат твои козы. На самом деле, не одна. Я просто хорошо знаю, потому что сам себе вылетел. Начиная от пиявок, заканчивая, там, на ручьем пиявок. Основная история просто разумная физическая нагрузка. Оконечение по диете. И голодовка может быть даже в какое-то время прийти. Угу. Вот. Тут нужно восстановить сосуды. Тонус сосудов. Это сосудистая терапия. Спасибо. Все, можно? Ну, да. Отлично. Здравствуйте. У меня как раз та история, когда 2000 директ и миллион много. Вот у меня такая история. Меня зовут Анастасия, я из Саратова. Сейчас настоящее время, я живу в Москве. Я переехала в Москву полтора месяца назад. За эти полтора месяца мы открыли студию красоты. в Клиновом бульваре. Взяли, грубо говоря, кредит, заем. Сделали ремонт хороший. Сделали хорошее видео. А займы у кого взяли? Ну, займы мы взяли не кредит, а по друзьям. Да, грубо говоря. Ну, это большой процент. Вот. То есть, мы взяли, грубо говоря, 700, а долг у нас теперь миллион. То есть, может, часть отдали, но все равно. Вот. В настоящий момент у нас 900 тысяч денег. Вот. И две тысячи директы. Все. Ну, это обычно. Да. Вот. Сайт сделали, долго очень делали ремонт, все подбирали, покупали, закупали оборудование, все как бы такое все безоблачно было, так все замечательно. Потому что в Саратове опыт очень большой. Я массажист с 10-летним стажем сама. Вот. У меня школа массажа в Саратове. Ну, чем ты хороша? Почему я лучше, чем другие? Почему твой салон лучше, чем другие? Потому что у меня работают высоко квалифицированные специалисты. Я сама высоко квалифицированные специалисты. Это банальности. Все так говорят. Надо прийти попробовать. Лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть. Это плохой заход, потому что у тебя нет оффера. Нет, у меня нет времени идти пробовать. У меня ничего не цепаново, я не хочу тратить на это время. Вот моя проблема. Я не могу это придумать. У меня все. У меня в голове тупняк. Я не могу. Тупняк? Да. Тупняк. 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 Уходи. Тупняк. Тупняк. Уходи. Уходи. Оффер. Я знаю, что нам нужен оффер. У нас даже видео, и на видео на главном. Есть главное видео, и на видео нет оффера. Нет. Вот смотрят наше видео, говорят, здорово, круто, классно, но хочется прийти, но… Смотри, я за тебя твой оффер делать не буду. Или делаю оффер, или сдохни в долгами. Почему? Что если я за тебя сейчас делаю оффер? Потому что почему ты повернешь? Я за расчет твой неэффективность. Ты что скажешь? Алексей, вы сделали мне такой классный оффер, у меня проблема. Еще одна. Помогите мне решить ее. Я не могу сделать оффер. У меня настолько включился. Если ты не можешь сделать сама, попроси кого-то. Вот сидит молодой человек через одного. Можешь делать девушке оффер? Отлично. А попроси помощь у меня у кого? Есть у кого попросить помощь. Мне тоже говорят, что надо сделать это самой. Ты должна это сделать сама. А, ну, чувствуешь, что у тебя даже оффер при просьбе с другими нет. А я сделаю мне оффер, а я тебя… Давай вместе сделаем оффер. А я тебе накормлю борщом, например. Само собой. Естественно, так это все и звучит. Ну, так… Почему все отказывают-то? Может, хотят, чтобы сама? Нет. Это я хочу, чтобы ты сама. А все остальное, что-то очень другое. Денежная заинтересованность. Нет. Скорее всего, просто неинтересно. Неинтересно. Правильно. Почему? Пусть не чувствует тебе твердого. Еще раз. Все всегда наследие будет интервью. Молодым человеком оффер сделайте. Ну, какой оффер тебе предложил? Ну, я вот рассказал про, как ей привлекать новых клиентов. Оффер – что-то сперва дать бесплатно, а после этого уже продавать основной продукт. Это не доходит. Бесплатно – значит плохо. Как это вы бесплатно приглашаете? Ну, я вот и рассказал вам одну. Здесь одну. Это одна, да, возможность, как делать. Вот можно, чтобы приглашали ваше… Чем? Надо выписать, чем вы отличаетесь от других салонов красоты? Отличаемся тем, что у нас есть выездной корпоративный массаж, тем, что мы можем приглашать… Надо выписать. Выписала. У меня все это есть и 30 смыслов. 117 вопросов. У меня есть все. И? Оффера нет? Или нет кто-то оффера, который конвертит? Вот как вот сейчас? Новый год. Студия красоты. Они должны быть битком просто. Да, у тебя пусто. А мы сидим. Ноль. О,ологи. Что же? Да. И у нас реально высоко квалифицированные специалисты. У нас реально круто. И реально не может помочь. Но это… У нас реально высокое квалифицированное. Чтобы я с тобой слово эту фразу и буду убить твой лёг-секлона. Почему ты говоришь про специалистов, а не про клиентов? Что покупает твой клиент? Здоровье. Какой результат у клиентов после массажа у тебя? Здоровье. Какое здоровье? Что конкретно не получает, я спрашиваю? Массаж. Что конкретно после массажа с ним происходит? Хорошее самочувствие. Да, хорошее самочувствие, здоровье, хорошее настроение. И какие мне лозунги сейчас расскажут? Что конкретно с ними происходит? Что конкретно они получают? Еще раз говорю, лозунги мне не говорят. Ты даже с клиентами не общаешь всегда. Общаюсь. Что они сказали тебе? Какими словами они говорят, что они получили после массажа? Это было здорово, это было круто. Какие ощущения вы испытываете? Чувство лёгкости. Вот они получают. Чувство лёгкости. Это что, здоровье что ли? Еще что они получили после массажа? Кто зачем приходит? Отдохнул. Вот, отдохнуть. Снять стресс. Снять стресс. Почему не здоровье? Это следствие. Еще раз, общаться с клиентами и чутко под запись сказать, что клиенты тебе сказали. Общаюсь, каждый клиент остаётся. Ты не думаешь про здоровье, ты не общаешься. Вот у меня банальности. У меня нет, у меня всё, вот рамки. Прям рамки. Что мне с собой сделать? Раздержать. Я тоже не знаю. У меня просто рамки. Я понимаю, о чём речь. Да, я не могу. Я сейчас пришёл, так рассмотрим тебя большими каидными глазками. Думаешь, что же мне сделать? Я не могу брать деньги у людей, у меня ещё одна проблема. Отлично. Умы бедные. Нет, мне говорят, например, цену за массаж назвать. Я не могу называть цену. Ну, что я должен цену называть сейчас? Ну, просто через две недели, через месяц ты всё, с долгом пойдёшь, обанкотишься. Разбегутся все твоими специалистами. Логика. Логика понятна? Конечно, понятно. Отлично. А где у вас далеко от центра? Коломенское. Ну, 7 минут где-то. Я не очень ориентируюсь в Коломенское. Коломенское. Две станции от центра. Скореецкое ветка. Да-да-да. Больше спан. Больше спан. За кольцом, да? Да. Парк. За кольцом, не за кольцом. Ты поняла, что тебе нужно пообщаться с клиентами и начать звонить? Всех превращать. Твоя задача сейчас обзвонить всю свою записанную книжку. Записанная книжка моя вся в Саратове. И там сарафанное радио, которое работало, которое меня кормило. Я проходила 20-й цех. И у меня конверсия была с 15 до 15. Ты меня что сейчас со мной сейчас покатай? Нет, ты книжки записной. Нет клиентов. Нет. Вот те, кто были. Я тебе сейчас, ты можешь помолчать и меня послушать. Позвонить в Саратов и спросить, кто из Москвы. Ты даже не успел сказать, ты мне объясняешь, что у тебя нет клиентов. Я помню, что ты из Саратов. У кого из твоих друзей и друзья в Москве? Нет. Отлично. Они могут прикомнивать друзей в Москве? Могут. Пингу. В социальных сетях пост можешь сделать, кто из Москвы? Нет. В чатах ВМу можешь сделать пост? Кто из Москвы? О боже, ну клиентов нет. Но только если ты будешь сейчас расходить по здоровью специалистов, они тебе пошлют в задницу. И так и получается. Логично. Потому что ты не рассказываешь, не понимаешь, не ставишь ни о тех ногах. Ты расскажи им банальности, а они говорят, какие нафиг. Не говорите, люди банальности. Люди получают ослабление, легкость, уходит тяжесть в ногах, уходит спина перестала болеть. Вот что они получают. Ты везде выписывал смысл банальности, думаю, что, о, боги, у меня банальности. Я не могу назнать цену. На игру мы едем, и все. Такой бизнес, выплатить миллион долго, и все. Это не твое. Не, ну а как? На фейсбуке, вконтакте, в группах, в комментах. Везде, чтобы писала. Максимальное количество действий. Фотки в инстаграме, фотки. И история человека рассказывает, что пришла некая Маша В. Была боль в спине, после массажа получила то-то, 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 так-то, так-то. А еще Маша, там, Алена В. заказала корпоративный массаж. Вот, благодарность корпоративного массажа. Что получили? Повысилась эффективность бизнеса, повысилась вояльность клиентов. Или там, и закажи по массажу подарок на Новый год, например, акция. Порядуй своих близких. У нас есть, как бы, есть акции, сертификаты, порадуй близких. Ты делаешь много действий, но ни одного манимейкинга. Манимейкинг – это то, что значит деньги. Почему не делаешь? У меня какая-то установка. Я хочу умереть бедный и больной. Еще раз, принять решение и начать действовать. Потому, что ты не действуешь. Потому, что ты мне сказал – это не действие. Потому, что нет результатов. Это отмазка, чтобы не делать. Ты прикрываешь свою личину ничего не делания внешними действиями, ты знаешь, формальными. Вот и все. Поняла? Отлично. Давайте вас. Меня Виталий зовут. Я занимаюсь морепродуктами с Дальнего Востока и также выпускаю жидкости для электронных сигарет под брендом Хэмсон. Чуть от отступления, возвращаясь к предыдущему, у меня я 20-й цех тоже проходил. У меня до сих пор 50% продаж – это чарты. Поэтому знакомство в Москве – это чарты. Просто это пишет про высококвалифицированный персонал, откуда Шаблон это взяла. У нас красная икра. Или у нас лучшая икра. У нас не лучшая икра, у нас икра вкусная просто. Ты слышишь разницу? Если у нас что икра не понравилось, то в нем деньги. У нас даже человек сначала пробует на наставке, а потом покупает. Собственно, за них… Собственно, человек пробует, а потом покупает. То есть, если вам массаж не понравился… Ну что ты записал, а ты ничего не делаешь. Потому что запишешь еще 500. Минус так. Ну, занимаемся морепродуктами, возим икру. В первую очередь сейчас под Новый год. Это самый бренд, конечно, красная икра, плюс черная икра. Возим много живых морепродуктов. Допустим, живые крабы камчатские, живые устрицы. В чем вопрос? В Бонгале. Вопрос, как выходить на крупные предприятия, допустим, в Сбербанк, допустим. То есть, есть внутренние чаты, в том числе у Сбербанка, и у них есть внутренний чат. А во внутреннем чате тоже люди общаются, и это такой розничный канал, очень хороший, очень прибыльный. Как попадать в такие чаты? По знакомству. Напиши на фейсбуке, ребята, у кого есть такие чаты. Подай. Логично. Есть такая сеть «Спасибо» у Сбербанка. Может туда попасть? Сеть? Ну, система «Лоярность» называется «Спасибо». Может туда попасть. Она как раз в B2C. Все умеете. Есть с другом такая еще одна сеть. Это для сотрудников Сбербанка. Сеть «Лоярности». Туда попадаешь и все. А это, в смысле, там просто заявка попадает? Я все сказал. В смысле, это открытая система. Я все сказал? Все, я буду. Разберешься. Я же не буду тебя это делать. Согласен. Я тебе подсказал, дальше ты сам живешь. Угу. И таких систем много. Я тебе только Сбербанковских сказал. Угу. Сколько, вообще, давайте по другому вопросу задам. Сколько в России сетей? Как ты думаешь? Думаю, что очень много. Я задал вопрос. Сколько? Сетей, в общем, сетей торговых. Торговых сетей. В сегменте B2C, которые продают продукты питания. Ну, где-то порядка, наверное, 150-300. Около 1000. Около 1000. Только я знаю 750. Угу. Списком. Ты просто ленивый. Может быть, да. Я прям точно знаю. А сколько в России интернет-магазинов, которые готовы брать на реализацию той товар? Ну, я через свой интернет-магазин. Я спрашиваю, сколько? Я не спрашиваю, через что? Я не спрашиваю, где ты сейчас. Я спрашиваю, кто-то не пришел. Ну, я даже не представляю, сколько магазинов. Отлично. Ты откуда родом? Я из ООН. Отлично. А в Казахстане сколько? В Монголии? На Казахстане выходим. Ну, понятно. Россия, Казахстан там. Я уже мочу по Россию, по миллионнике близлежащихся. И так далее. Там тебе в радиусе двух-трех, в радиусе там 300-500 километров, наверняка дофига всего есть. Ты, как минимум, должен находиться во всех интернет-магазинах своего города. Во всех. Я живу в Москве. Отлично. Значит, в Москве. В Москве много, ты немножко перенасыщен. Идите чуть подальше, в Московскую область. Там уже хуже все сразу. Сейчас нормальных устриц нету. У нас санкционика. В Франции все присылали. Сейчас хорошего качества устрица. Это фиг где купить. У меня просто жена любит, я знаю. Даже в Москве. У меня есть устрица. Ну, где? В прошлом качестве. Где? Куда лучше с людям прийти купить устрицы? Интернет-магазин свежий морепродукты .рф. Отлично. Или премиум сейфуд .рф. Я про тебя не слышал. Значит, тебя нет. Дальше. Рестораны. С какими ресторанами ты сотрудничаешь? С ресторанами не сотрудничаю. А вот почему? Я уперся, потому что сейчас в розницу. Ну, под Новый год продаж много. У меня нет. Ты же спрашиваешь, как можно объявиться? Я тебе задаю вопрос. Почему не сотрудничаешь? Потому что уперся, потому что сейчас в розницу. сел в штаб? Ну, это в планах есть. В операционку. Да. В твое нежелание настроить систему. Да, понятно, что у всех перед Новым годом рост. О Боге! Кто будет подобным? Только у некоторых его нет. Кто решили взять миллион рублей и пойти по миру. Ну, понятно. Сколько список рыбных. Сколько ресторанов потом взять в устрице? Сколько ресторанов в Москве? Ты должен проверить со всеми. Или твои люди. Вот со всеми, которые оценили в дешевую цену. И твои должны быть премиум устрицы по дешевой цене. Так и есть. Вот. Что там еще? Икра там? Что у тебя еще? Живые крабы. А замороженные крабовые палочки есть? Нет. Крабовые палочки есть. Ну, не палочки. Ну, мясо. Есть. Есть, да? Да. Ну, вот повези меня на пробу. Хорошо. Отлично. Икры, крабов, я просто люблю все это мои продукты. Сделал мне корзинку подарочную. Угу. Если мне пойдет, я тебе закажу еще пять корзинок. Мне нужно будет просто разным людям подарки делать. Намек понимаешь, о чем еще будет? Вот у меня, например, одна из учениц сделала. Она из Италии возила разные продукты в сети. Заводила. Потом случились санкции. Угу. Тогда что? У нее подажа выросли в шесть раз. Знаешь что? Подажные корзины в Новом Году у Санктфоника. Угу. В составе спадов. Ну, там, как она решает вопрос. То есть она заменила пармезан итальянский на Беруски, и ничего не произошло. Угу. Подажные корзины. Хорошо. Подажа просто перепрофилировалась на российские продукты все фирменские. Оливковое масло. Оказывается. У нас тоже есть оливковое масло. Я даже не знал. И так далее. В Турции с оливки кросят и будем здесь масло делать, оказывается. Угу. Я даже не знаю. Или там откуда-то еще не будет. А с Греции помню. Я не помню откуда. Ну, короче, оказывается, что все может заместиться. Угу. Я уже молчу про экспорт. Корея, Япония, Китай. Там недалеко, да. И прочие разные. Америки и так далее. Я уже молчу про дьюти фри. Покупают очень много литвы. В том числе черную. Легальную. Она есть легальная. Ее много сейчас. У меня и легальная есть. Я тебе так скажу. Общаюсь, чтобы ты понимал, что черной крыли не хватает. Спрос повышает предложение. Угу. В России легали. Ты, допустим, с несколькими сетями договоришься, что у тебя не сможешь физически только вообще и крыли выдать. Я тебе так скажу. Хотя бы с одной сеткой, более-менее, в среднем с одного сегмента сливается. А как выходить на сети? Просто звонить? Кто бы он упал? Знакомые записной книжки. Приходите ко мне учиться. Если я тебе куда-нибудь выдам, тебе каких-нибудь партнеров. Техника пирожок. Хорошо работает. Несешь мне пару хороших корзинок, я тебе выдам, посмотрю на качество. Я не смысл, что ты у меня умасливал. Я посмотрю на качество просто. Могу я тебе рекомендовать или нет. Я понял. Ну, только усарицы не надо, потому что они попортятся. Их открывать. И после этого, что эти выдамы? Где там просто человек записной книжки стоит? Хорошо. А где, откуда еще записной книжки? О, боги, он мой ученик. Где же он его найти в бремя? Какие люди работают сетями уже? Есть у тебя записной книжки? Кто уже работает сетями? Правда? А им позвонить можно? Да, конечно, можно. Можно. А поговорить с ними, чтобы они как-то подвели и поговорили за тебя. Знаешь, что написано? А мы по этому? Да, понял. Вопросы есть? Есть еще такой вопрос. По второму. Брэнд Хэмсон выписит электронную сигарету. И сейчас зажимать будут. Что? И сейчас зажимать будут. Ну, я понимаю. С первого числа они просто подоцежут. Вопрос в чем? Как рекламироваться? Не как. Закрывай тему. Закрывай тему. Все окей. Ну, ты просто убиваешь людей. Зачем? Нет. У меня безникотиновый. Ты думаешь, что куить глицерин сильно правильный для организма, да? Ну, это я думаю, что правильно. Сейчас, ты убиваешь людей. Зачем делать глицерин, ты убиваешь людей. Не закрывай, продай его. Сейчас будет сам на грамотном слить. Все, я понял. Лучше должен быть фокус. У тебя слишком разнофокус. У тебя жидкости и икра. Лучше уж на... Мы принялись изменить, что там денег на порядок больше. Выкреиваем, как будто. Если нормальное качество сделаешь, то да. Если не хочешь, подумай, что можно подавать тем же людям, которым ты подаешь жидкости. Если не хочешь, то я тебе бизнес. Угу. Ну, я смотрю. Огонь. То есть, это логично что-нибудь, что угодно хоть что-то высыл. Представляешь, что маржинальная какая-то? Я понял. Еще один вопрос уже конкретно по Сбербанку. Я не буду тебе ничего говорить про Сбербанк. Я сотрудник Сбербанка. Мне это запрещено. Тебе время советовать и рекомендовать. Что? Вопрос какой про Сбербанк? У них есть некоторые такие дыры очевидные, которые я вижу в маркетинге, в интернете. Отлично. Да, я понял. И как выйти на аутсорсинг? Никак. Никак, да. Вот. Ты икру не будешь продать, если с ней не сказать. Ты будешь Сбербанк учить маркетинг делать? Ну, с маркетингом в интернете у меня вроде бы не нормально все. Я вижу твою точку, а я тебе скажу, что у тебя не нормально с маркетингом. То есть, у тебя точка была бы плюс четыре нолика сюда, то да. Угу. Ты маленький слишком, знаешь, слишком маленький, слишком самоуверенный, чтобы учить Сбербанк. Не лиснись себе пока, покажи результат. Ты опять же пела с фокусом. Я понял. Ну, представь себе, случилось чудо, и Сбербанк говорит, да, давай, Виталий, мы в тебя верим. Что случилось с самими бизнесами? Правильно, умерут. Да. Ты решил покончить жизнь самоубистом? Ну, бизнес самоубистом. Слово «фокус» тебе знакомо? Знакомо. Прекрати херней заниматься. Причайся в маркетинге вы клеимые продукты. В крайнем случае в сегменте B2C, в котором можно вместить с собой жидкости. Я жидкости с делегировал на жену, я занимаюсь сам пользой. Пускай будет жидкости, окей. Пускай не жидкости будет, пускай там что-то еще будет. Там, где продаются, поспрашивай клиентов, что они еще покупают. Потому что какая цель аудитория? Угу. Пускай каждый месяц пакет мой продукт. Привожен на абонентки. Как вариант. Ну, подумай, что как эту базу заместить. Я не понял. Много людей счастливых в этом бизнесе. Все, что убивает людей, я счастья в этих семьях, в этих людях не видел. Нет, может быть там, конечно, найду еще, но никого то, что я видел. Я много с кем упелся. Почему-то это очень сильно сказывается на каких-то личных историях. Ну что, друзья, давайте финалить. Сегодня довольно интересно пообщались, на мой взгляд. Вам было полезно? Очень. Полезно? Да. Еще как? Еще как? Не жалеете? Ну что, друзья, я вас призываю подписываться на мой чат Воронин Палбот, он в Телеграме. Я вас призываю максимально приглашать этого количества друзей и вы сможете принять участие в таком же методе Воронина.